Роллеры Всем привет! А вы знали, как можно разнообразить ваши утренние занятия спортом? Все правильно! Сегодня мы будем кататься на роликах и в конце я расскажу вам несколько секретов, как улучшить ваши навыки катания. Сперва сделаем небольшую разминку для того, чтобы прогреть мышцы и не получить травму на самой тренировке. Дети, сперва делаем упражнение «фонарик». Это базовое упражнение, в котором мы приседаем и расталкиваем ноги в стороны. Мы отрабатываем движения как лицом, так и спиной вперед. Попробуем. При этом упражнении мы прорабатываем ножки, прорабатываем приседания и учимся делать базовые расталкивания в стороны, поскольку на роликах толкаемся в стороны, а не назад. И если толкаться назад, то мы получаем картину, в которой мы стоим на месте и никуда не едем. Но фонарик позволяет нам проработать расталкивания в стороны и движения лицом и спиной. Следующее упражнение мы прорабатываем колени, набираем небольшую скорость приседаниями, мы проталкиваем суставы в одну сторону и в другую сторону. Очень важна максимальная амплитуда, посильнее в одну, посильнее в другую. И важно не на ровных ногах пытаться это сделать, а как всегда на роликах, для того, чтобы кататься лучше, вам нужно присесть ниже. Дети, поехали. Хорошенько приседаем, проталкиваем, разворотик, лицом делаем обратно. Приседаем, приседаем, приседаем. И следующий вариант. Мы заваливаем ноги и усаживаемся максимально низко. Попробуем на ходу. Фонарик. Заваливаем и усаживаемся низко. Прорабатываем максимально суставы, спинку, все остальное. Дети, поехали. Едем в одну сторону, одну ножку. Ну так, да, интересный текст. Приседаем пониже. Хорошо. Следующее упражнение называется полубаланс на пятке. Мы набираем скорость, вытягиваем ножку на пяточку, приседаем, протягиваем заднюю сторону голени, тянем на себя носочек, протягиваем ножку и обратно делаем второй вариант на вторую ножку. Упражнение сделано на баланс. Нам нужно удержать равновесие в таком положении. И если пяточка, носочек у нас смотрит вперед, мы едем вперед. Если поворачивает, то все начинает разваливаться. Поэтому мы вытягиваем параллельно движению, стараемся ехать ровненько. Вытягиваем одну ножку и обратно делаем второй ножкой. Вытягиваем, ручки повыше поднимаем. Вытягиваем пяточку подальше, садимся пониже. И наше финальное упражнение на разминке. Мы делаем противоположные движения пяточки. Полубаланс на носке. Усаживаемся на переднюю ножку. От себя оттопыриваем носочек как можно сильнее назад. Хорошенько задавливаем его. И наша цель проехаться в таком положении. Присесть на опорную ножку. Она у нас передняя. И хорошенько давить на носок. Если у нас нога шатается сзади, значит давить вы не стараетесь. В итоге получаем руки повыше. Присели. И едем. И почти не шевелимся. Дети, вперед! Вот так, прям до упора. Да. И не забываем то, что мы делаем в одну сторону одну ножку, а во вторую сторону другую ножку. Молодцы. Молодцы! Молодцы! Хорошие мальчики, хорошие девочки. Как будто всю жизнь на роликах катаетесь. В этой разминке мы проработали хорошенько приседания, размяли колени. И поскольку сегодня у нас будет слаломная тренировка, а слалом это направление больше про баланс, поэтому мы проработали также базовые упражнения на баланс. И сейчас мы объединим два наших упражнения, которые делали на разминке. Это полубаланс на пятке и полубаланс на носке. И из полубалансов мы сделаем просто баланс. Первый вариант. Мы устанавливаем полубаланс на носке. И затем небольшим приседанием вниз мы выталкиваем себя вверх, чтобы поставить вторую ногу на пятку. Мы хотим присесть, выйти и потом обратно аккуратно присесть. Это нужно для того, чтобы ты привык выталкивать пятку перед собой. Сперва носок приседаем и толкаем. И постарайтесь приседать пониже и выталкивать посильнее. Мы хотим увидеть такую картинку. Смотрите. Если носок стоит близко, то пятку нужно вытолкнуть немножко подальше вперед. Если они будут стоять совсем близко, то мы будем ронять либо пятку, либо самое плохое, когда носок у нас вылетает вперед. Тогда будем падать назад. Итак, выталкиваем пятку, держим спинку. И далее мы попробуем маневрировать в этом элементе. То есть вот наш баланс. И попробуем поворотами ехать, проезжая сквозь конусы. 80 сантиметров между каждым конусом. Таким образом ты прорабатываешь одинаковое движение. И техника качается намного быстрее. Во-первых, набираем скорость. Если ехать очень медленно, у нас скорость рано или поздно закончится. А конусов у нас больше, чем скорости, которую можем набрать. Мы хотим научиться еще и разгоняться. Мы можем накатом, задав первую скорость, проехать сколько-нибудь далеко. Но потом, расталкиваясь передней и задней ногой, мы можем эту скорость набирать сколько угодно раз. Все упирается только в сам баланс. Отрабатывая плечами и тазом в разные стороны, мы создаем натяжение в нашем корпусе. И используя потом толчки ногами, мы можем набирать эту скорость бесконечно. Пробуем делать упражнение. Поехали. В самом начале старайтесь не торопиться. На маленькой скорости, конечно, делать сложнее. Но чтобы техника становилась правильной, и вы все делали не торопясь, смотрим на дорожку. Старайтесь сохранить центр тяжести над дорожкой, не смещаясь вправо или влево. И заключительное упражнение называется крис-кросс. Тут мы объединяем самый базовый фонарик. И более сложное движение называется трамвайчик. Расталкиваем, собираем. Но они не на одном уровне становятся. Одна нога уходит немного вперед, другая заходит за ней. И мы таким образом попадаем в элемент, который называется трамвайчик. В нем, что важно, вес мы держим не на одной какой-то ноге, а стараемся стоять на двух ногах сразу. Это довольно сложно. И не сразу получится. Но давайте ручки держать на уровне плеч. И теперь прокатываемся первый этап и собираем следующее движение. То есть мы без конусов пытаемся сделать несколько движений за раз. И при этом очень важно, чтобы перед каждым движением следующим под базовая стойка присесть и перед скрещиванием присесть. Выход из базовой стойки присесть и скрещивание присесть. Стараемся приседать каждый раз на каждое новое движение. И важно понимать, что вы набираете таким образом скорость, поэтому изначально мы можем делать с места. Не разгоняться дополнительно. И заключительный этап нашей тренировки. Мы пытаемся то же самое повторить на конусах. В чем сложность? Изначально сложность в том, что у нас ограниченное расстояние вперед, и мы не можем растягивать наши движения очень далеко вперед. Чтобы поместиться, мы будем делать это движение с остановкой. То есть выходя в следующий этап, мы останавливаемся, смотрим, поправляем и делаем дальше. То есть делаем крис-кросс полный, выходим, останавливаемся. Приседание, еще приседание и остановка. Таким образом мы прорабатываем движение на маленьких участках и потом сможем собрать его уже в более скоростное движение. Попробуем! Приседаем на каждый конус с остановочкой. С остановочкой. Не торопимся. Побыстрее. Побыстрее. После отличной тренировки вы можете отдохнуть. Вы, ребята, молодцы сегодня. А я расскажу еще несколько интересных вещей и секреты, которые я обещал. ПОДПИСМЕНТЫ Если вы покупаете ролики за 300 рублей с рук у кого-то, то не стоит рассчитывать, что ребенок сразу встанет и поедет. Или я взрослый человек, мне там самое дешевое будет нормально. Это не так. От этого много зависит. Если ваши ролики за 300 рублей не держат голеностоп, то никакого удовольствия вы не получите от катания. И будут в основном только проблемы. То есть если хотите кататься комфортно, уверенно, учиться быстро, то вам нужна хорошая экипировка, хорошая защита, хорошие ролики. И в идеале нужен хороший тренер. Если все это сложить вместе, то у вас будет очень быстрый прогресс. Будет не страшно, будет не больно. Будет очень быстро и легко. Не стоит сразу ехать на улицу, переезжать через дороги, встречаться с машинами, детьми и собаками. Ведь когда вы становитесь на ролике, вы не очень-то уверены в своих собственных движениях. И внимание на весь остальной мир у вас уже размыливается. И можете попасть в серьезную ситуацию очень легко. Поэтому сперва рекомендую потренироваться в стерильном месте, во дворе, на плоской площадке какой-нибудь, где много места и не очень много людей. Отработать базовые навыки с точки зрения торможения, набор скорости, повороты. И чтобы была возможность ехать на роликах, вертеть головой, видеть и при этом не падать. Вот в таком случае можно пробовать выезжать на улицу. Проверяем, закручены ли все детали. Проверяем, люфтят подшипники или нет. Если у вас ролики шумят, шуршат подшипники или плохо крутятся колеса, это вполне может значить, что когда вы съезжаете на огромной скорости, у вас что-нибудь отвалится. Поэтому в поездку берите с собой ключи, которые можете все закрутить в роликах. Обязательно берите с собой небольшую аптечку с хлоргексидином, с пластырями, чтобы если у вас получилось поставить себе ссадину, то вы легко от этого отделались. Поскольку ролики у нас держат голеностоп довольно высоко, чтобы не натирало на больших дистанциях проездов, мы вздеваем высокие носки. В идеале это роллерские носки, которые впитывают в себя влагу. И ваша нога будет чувствовать себя после катания полдня вполне себе комфортно и удобно. Надеюсь, вам понравилось наше занятие. Занимайтесь спортом и пока-пока! Продолжение следует...